Спасибо, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Как сказала Татьяна Викторовна, меня зовут Магона Ольга Николаевна. Я сегодня введу наш вебинар. Тема сегодняшнего нашего вебинара, наверное, такая злободневная, к сожалению. Это зависимости и что о них нужно знать. Надеюсь, слышны и видны меня хорошо. В чат ничего не пишите. Нажмите, пожалуйста, на огонечек. Слышно ли? Все, реакцию вижу. Хорошо, замечательно. Татьяна Викторовна вам сказала по поводу презентации. Она сейчас отправит ссылочку, как ее скачать. Там еще небольшой такой бонус для вас. Это буклет во вкладке «Файлы». Буклет вы можете точно так же распечатывать и использовать как раздаточный материал для родителей. Буклет не подписан, поэтому вы можете просто распечатать и использовать у себя в образовательном учреждении для работы с родителями. Что касаемо нашего сегодняшнего вебинара, сегодня будет информация о зависимостях. В таком вот общем плане мы рассмотрим не одну из зависимостей конкретно, а зависимости, какие существуют и что о них нужно знать, и как проводить профилактику зависимостей. Если будут вопросы, пожалуйста, не пишите их в общий чат. Есть вкладочка «Вопросы» и туда адресовывайте их, чтобы было удобно. Потом в конце вебинара я постараюсь ответить на те вопросы, которые у вас будут возникать. И вопросы, такая тоже небольшая просьба, пишите полностью. Не просто там одно-два слова, а чтобы я понимала о чем. Потому что если этот вопрос будет где-то в середине вебинара, я не совсем потом смогу понять, о чем этот вопрос, и наиболее полно на него ответить. Но давайте перейдем еще раз на нашу тему. Это зависимости, что о них нужно знать. По последней статистике мы все с вами понимаем, что каждому человеку на жизненном пути каждый из нас страдает той или иной зависимостью. Наш организм зависим от еды, от воздуха, но есть и зависимости, которые идут как аддикция. Если говорить о данных социологических исследованиях, о последних, то это такие вот данные, которые открытые. Это 3,5% населения нашей страны имеет алкогольную или наркотическую зависимость. Это то, что подтверждено. Но мы все с вами понимаем, что статистика, ее можно умножать даже не на 2, а намного больше. Число людей, которые страдают от психологических зависимостей, здесь вообще они не поддаются учету. Но по каким причинам? Во-первых, это мало кто исследует. И второе, мы не можем охватить все население для того, чтобы провести именно это процентное соотношение. Мы все с вами понимаем, что аддикция, да, зависимость, она причиняет боль по большей части близким. И при этом полноценно она мешает жить самому человеку. Но при этом мы все с вами понимаем, что все это корректируется, проводится и профилактика, и коррекция. И при грамотно подобранном лечении возможно вернуться к нормальной жизни. Что же может помочь нашему клиенту нормально вернуться к нормальной жизни, да? Для этого необходимо понимать механизм формирования зависимости, то, как она ее формирует. Ее причины, то есть то, что вызывает у нас эту зависимость. А главное, это вовремя и серьезно взяться за проблему. То есть не запускать и не оставлять это без внимания. Касаемо зависимости, да, о которых мы сегодня с вами поговорим. В основном это будут зависимости, которые связаны, ну, с детским возрастом, естественно, с подростковым, с детьми. А все зависимости, они, мы поговорим о тех зависимостях, которые формируются вот в нашем подростковом и детском возрасте. И мы как педагоги, мы как кто-то родители, кто-то как педагоги, воспитатели, да, мы должны вовремя успеть заметить эту зависимость, да, и вовремя взяться за ее коррекцию. А еще лучше, если мы просто будем проводить профилактику, да, зависимостей. И наши дети, наши подростки, они будут пристращаться к этим зависимостям, да. Зависимость или аддикция от английского, это зависимость, да, погубная привычка или привыкание. Что же это такое? Хобби – это непреодолимое влечение к веществам или объектам, выражающееся в совершении отдельных действий, при отсутствии которых человек испытывает психологический дискомфорт. Мы можем сказать, да, что увлечение или хобби – это тоже определенная зависимость, да. Хобби может перейти в зависимость, такое тоже бывает. Но отличие увлечения и хобби от зависимости в том, что зависимость, она вызывает разрушительное воздействие на личность. Хобби мы все с вами знаем, да, увлечение, хобби, они помогают нам как бы получить заряд определенной энергии, да, творчества там и восполнить свои ресурсы. А зависимость, она наоборот у нас забирает наш ресурс, она его как бы исчерпывает. И именно этот момент дает нам возможность нашего разрушения. Индивид с аддиктивным поведением направляет свою активность на удовлетворение своей зависимости. При этом не развиваются другие стороны личности, имеющие потенциал, и при этом, к сожалению, наш индивид, он углубляется настолько в свою зависимость, что он обрывает любые социальные связи, когда он уже полностью ушел в зависимость, да. Формируется окружение таких же аддиктивных личностей, что увлекает человека в замкнутый круг. То есть он не может выйти из своего замкнутого круга, потому что помощи ему, можно сказать, ждать неоткуда. Вокруг него такие же индивиды, такие же личности, которые вовлечены в эту зависимость. Изучением именно зависимости занимается сразу несколько наук. Ну, психология, социология и медицина. В зависимости от того, посредством чего осуществляется уход от реальности, да, уход от социума, выделяются фармакологические или химические, субстрационные и пищевые зависимости. Сейчас, к сожалению, в нашем обществе химические зависимости, да, и пищевые, они идут как бы впереди планеты всей, да. Они являются основными. Вроде бы казалось, да, если мы с вами говорим о пищевой зависимости, ну, что там, как бы, пищевая зависимость, подумаешь, ну, как бы, там, человек зависим от пищи, да, но этот вид зависимости является одним из самых опасных. Почему? Мы все с вами понимаем, да, что без еды мы не можем. И при этом именно коррекция пищевой зависимости, она и вызывает сложность. Ну, давайте рассмотрим с вами, какие же виды зависимости у нас существуют, о чем мы можем говорить. Зависимости разделяют на два основных вида. Это химические и нехимические. Если мы с вами говорим о химических зависимостях, да, или о фармакологических зависимостях, их еще называют химические или фармакологические аддикции. Зависимость от определенных веществ. Потребность в объекте зависимости выражается физиологическими реакциями. Что же сюда относится? Сюда у нас относятся наркомания, алкоголизм и токсикомания. К сожалению, сейчас среди подростков, среди молодежи очень распространена так называемая соль, да, которая вызывает большую зависимость и, к сожалению, есть большой процент смертности от именно этого вещества. Также у нас выделяют еще нехимические зависимости. Сюда у нас входят с вами психологические и субстационные зависимости, да. А здесь у нас потребность в объекте выражается в крайнем психологическом дискомфорте. При этом возможны определенные психосоматические проявления, количество психологических зависимостей, к сожалению, с каждым годом растет. И если говорить о субстационных, субстациональных, прошу прощения, они включают в себя это компьютерные зависимости, и горные зависимости, эмоциональные созависимости, да, труда или работоголизм, да, трудоголизм или работоголизм, и, как я уже говорила, да, пищевые зависимости. А также есть еще, это мы говорим об аддикциях, да, но есть социально приемлемые формы аддикции. Это те формы аддикции, которые социум наш принимает, да, и они не вредят обществу, они не вредят окружающим. А что же мы включаем в эти социально приемлемые формы аддикции, что мы принимаем нормально, да? Это различные духовные практики, это медитация, влюбленность, да, мы тоже так же зависим от объекта нашей влюбленности. Творчество, смотрите, здесь трудоголизм, но, опять же, мы его включаем в социально не опасное, да, то, что человек больше работает, он зависим от работы, и это социально не опасно, это не является социально опасным моментом. Интернет-зависимость, шопоголизм, экстремальный спорт, да, и наше расстройство пищевого поведения – это переедание. Но при этом есть и социально опасные виды зависимости. Если мы с вами говорим о социально опасных видах зависимости сюда, мы можем включить это токсикомания, это наркозависимость и клептомания. Если говорить о распространении различных видов зависимого поведения, допустим, наркомания, алкоголизм, токсикомания, игромания, интернет-зависимость, оно представляет собой серьезную угрозу для современного общества и требует объединения усилий специалистов различного профиля. А еще большую проблему вызывает, да, именно формат вот этого вот не личного общения, а дистанционного общения при помощи, сейчас минутку, при помощи сети интернет, да, при помощи компьютера. Здесь тоже складывается зависимость от того, что иногда нам это необходимо делать, и уже на фундаменте того, что нам это необходимо делать, да, мы приобретаем определенную зависимость. Глубокое понимание причин, механизмов и факторов возникновения зависимости подразумевают обращение внимания как на личностные особенности аддиктов, так и на внешние, в частности на социально-психологические условия развития склонности к аддиктивному поведению. Мы все с вами понимаем, да, что есть люди, которые быстрее приобщаются к зависимости, а есть люди, которые хуже, да, сложнее приобщаются к зависимости. Это тоже очень сильно зависит от свойств личности. Аддиктивное поведение предоставляет человеку наиболее простую возможность ухода от решения насочных проблем. Способ мнимого избавления от кризисных переживаний, оно является максимально заманчивым способом убежать от себя, убежать от общества, убежать от каких-то проблем, избежать сложного процесса личного становления и развития. А сейчас общество не совсем стабильно, уровень агрессии, уровень именно такого нестабильного негативного поведения, к сожалению, с каждым годом растет и агрессия, уровень агрессии в нашем обществе, он увеличивается. И это тоже является таким триггером, да, для того, чтобы личность, которая подвержена зависимостям, могла уйти именно в зависимость. Это может быть таким определенным толчком. В основе зависимости лежит стремление к уходу от реальности путем достижения измененного сознания. Сознание посредством приема каких-либо психоактивных веществ или постоянной фиксации внимания на определенных видах деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций. Почему человек так быстро вовлекается в зависимость? Любая зависимость дает человеку положительные эмоции. То есть у нас срабатывает наша эмоциональная память. Мы все с вами знаем, да, что эмоциональная память, память на эмоции, она хуже всего прорабатывается и она хуже всего контролируется самой личностью. То есть наш объект зависимости выдает нам порцию эмоций, которые мы уже в дальнейшем с трудом контролируем. И, соответственно, на основе всего этого мы с вами формируем зависимость. В основе зависимости, как я уже сказала, лежит устремление уйти от реальности. И путем достижения измененного состояния. Это может быть прием психоактивных веществ, либо уход в определенный вид деятельности. И чтобы человек не использовал для изменения своего сознания, это может быть химические вещества, как алкоголь, наркотики, табак, различные препараты. Или же самоубеждение, это может быть фанатизм, любовь, медитация. Также отклонение в поведении, это может быть асоциальность, это может быть гипер- или гипоасексуальность. И здесь неприемлемое, допустим, половое поведение, альтруизм, аутоагрессия, азарт, нарушение функций внутренних органов. Это там всевозможное дыхание, которое применяется для изменения сознания, гимнастика и, допустим, прочая физкультура. Изменение качества и количества питания. Только один биологический механизм является желаемой мишенью. Это система эндогенных опиатов, это естественного подкрепления. Здесь разные способы ухода из реальности, разные способы зависимости. Но суть самой проблемы одна, это эмоциональная привязка, эмоциональная зависимость и это желание получить удовольствие. Допустим, несмотря на то, что между деградирующим алкоголиком и необъятной домохозяйкой, потерявшим голову влюбленным, к примеру, монахом, общество не усматривает ничего лишнего. Мы не можем, допустим, сказать, что они одинаковы. Но психопатологические и химические, нейромедиаторные наши, связанные с особыми веществами, образующимися в головном мозге, нарушение этих организмов будет примерно одинаково. То есть мы с вами говорим о том, что даже несмотря на то, что зависимости у нас разные, но при этом влияние на организм у нас одинаковое. Почему у разных людей возникают разные зависимости? Люди индивидуальны, и потому каждый ищет свой способ получения удовольствия. То есть каждый ищет то, что ему нравится больше. Патологическим влечение становится тогда, когда приобретает непреодолимый характер, когда наша личность уже не может контролировать свое поведение. Новые и новые дозы найденного вещества или действия, они усугубляют болезнь. То есть человек начинает повышать себе дозу, даже если это химическая зависимость, он повышает себе дозу, или он, если это хобби, перешедшее в зависимость, он занимается этим делом все больше и больше, но при этом ему с каждым разом надо больше, чтобы получить больше удовольствия. Таким образом человек становится зависимым, он теряет одновременно здоровье и свободу. То есть все время, все ресурсы, вся активность, вся энергия направлена именно на получение удовольствия от своей зависимости. А здесь нарушается работа центров мозга, которые отвечают за волю в лечении. Нарушается функционирование организма в целом. То есть здесь у нас наша зависимость, она бьет еще и по здоровью. При этом не только химическая зависимость, а любая зависимость бьет у нас по здоровью в целом, по нашему организму в целом. С тем, что не работает, природа расправляется. То есть мы с вами понимаем, что наш организм постепенно будет снижать свои ресурсы и постепенно переставать работать. Бесконечное и бессмысленное нажатие на клавишу удовольствия, так сказать, безотчетное повторение стереотипных действий приводит к деградации. Есть такая расхожая фраза, что любая зависимость ослабоумливает. Почему? Потому что человек в дальнейшем, он не развивается, он не двигается вперед, и у него нет такой возможности, такого толчка, чтобы развивать себя как личность. Один из моих педагогов говорил о том, что зависимость – это игра на фортепиано. Но мы зависимы все от чего-то, как я уже говорила. Но есть белые клавиши – это социально приемлемые зависимости, а есть черные клавиши. И человек, уже вступив на тропу зависимости, он уже не сможет уйти с этого, так сказать, фортепиано-рояля, он уже не сможет уйти вообще. То есть он может зависимость черных клавиш перевести на зависимость белых клавиш, но зависимость останется у него все равно. То есть вот таким вот образом мы можем проводить коррекцию, то есть направлять нашу зависимость в социально приемлемое русло. Какие же факторы формирования зависимости у нас существует? Их у нас несколько. Сейчас мы с вами о них поговорим и обсудим некоторые моменты. Факторы формирования зависимости. Существуют такие факторы, как биологические, или же их еще называют наследственными факторами, факторы, которые передаются по наследству. Установлено, что дети алкоголиков нередко, не все, не надо говорить о том, что все, они нередко становятся такими же зависимыми личностями, даже если проживали отдельно от пьющих стенов семьи. Почему так происходит? Дело в том, что особенности функционирования нейромедиаторных систем обуславливают степень изначальной толерантности к психоактивным веществам. То есть уже на генетическом уровне у ребенка вырабатывается степень толерантности к тем или иным веществам. То есть она передается по наследству от родителей. И если говорить о людях с высокой толерантностью, которая имеет генетическое происхождение, то зависимость формируется быстрее. То есть если у ребенка высокая толерантность к тому или иному веществу, мы с вами понимаем, что он очень быстро может пристраститься, не обязательно, опять же, не 100%, но он очень быстро может пристраститься к тому или иному веществу. Также существуют психологические факторы. Это различные патологии в личностной сфере. Сюда относятся аксенсуации характера и психопатии. То есть это наша психология. Также есть еще мотивационно-потребностные факторы. Это стремление самоутверждиться в коллективе, поддержать субкультурную традицию или удовлетворить любопытство. Если говорить именно о мотивационно-потребностных факторах, чаще всего они срабатывают, чаще всего они выстреливают в подростковом возрасте. И вот представьте себе такой момент, что когда у нас есть биологический наследственный фактор, и на него еще сверху накладывается мотивационно-потребностный. Сверху. То есть я хочу в своем обществе, в своей компании показать, допустим, что я поддерживаю традицию, или мне интересно, почему другие это пробуют, я тоже хочу это попробовать. И вот таким образом опять же может сформироваться наша зависимость. Также еще у нас с вами существуют социальные факторы. Это говорит о том, что у человека, который рос в дисфункциональной семье, есть большой риск зависимости. При этом это может быть нет, ну, риск, естественно, возрастает, если в семье злоупотребляли алкоголем один из родителей или наркотиками, да, особенно если это было, допустим, даже если один из родителей или два из родителей употребляли там наркотики, алкоголь, и если это было в порядке нормы, да, если употребляют один, Для второго родителя это в порядке нормы, то, естественно, может сформироваться на основе социального фактора наша зависимость. Но опять же, хотелось бы сказать тот момент, что не обязательно, если ребенок растет в семье, где злоупотребляют алкоголем или наркотиками, он будет зависимым. Здесь есть несколько факторов, которые влияют на формирование зависимости. И не обязательно, что ребенок только у алкоголиков и наркоманов будет с зависимостью. Любые факторы, даже психологическое насилие в семье, не совсем правильные устанавливанные границы, они тоже могут влиять на формирование той или иной зависимости. Если говорить именно о зависимостях, факторы часто пересекаются, именно те факторы, которые я вам назвала. Глядя на алкоголика, можно решить, что он является проблемным сам по себе или он является, допустим, больным человеком. От взгляда обывателя может ускользнуть, он может не заметить тот факт, что этот человек, он существует не отдельно сам по себе. Естественно, его окружают другие личности, его окружают другие люди. Это не отрезанный такой ломать, а часть общей системы и чаще всего это часть определенной системы в семье, в которой он родился, и частью той семьи, которую он создал сам, став взрослым. Мы все с вами знаем, да, что очень часто человек переносит какие-то традиции, условия, паттерны поведения из той семьи, в которой он родился, в ту семью, которую он создал. И мы все понимаем, что у зависимого от чего-либо есть партнер. В психологии принято называть такого человека созависимым, то есть зависимым от человека с зависимостью. Созависимый может не принимать наркотики, не уходить в запой, и ему это ни к чему. Его наркотик, его зависимость, это его партнер, который может употреблять алкоголь, который может быть игроманом, который может быть клептоманом, который может быть наркоманом, который может быть с любой зависимостью. У каждого в этой паре есть нечто общее, хотя на первый взгляд они кажутся противоположностями друг к другу. Очень часто созависимый очень ряно, так очень активно старается вылечить в кавычках нашего зависимого. Как у зависимых, так и у созависимых личностей в анамнезе есть травма. Она сопряжена с проявлением сильных чувств, которые были вытеснены в бессознательное, которые были закрыты от самой личности. Одна или несколько важных стадий развития в детстве были не пройдены эффективно. То есть где-то было определенное, так сказать, застревание, где-то была определенная остановка. Такие люди не позволяют себе чувствовать боль, они не позволяют чувствовать себе грусть, они не позволяют чувствовать себе злость. И они как бы скрыты от общества, они не эмоциональны и не умеют чувства направлять по адресу. Отказавшись от негативных чувств, они перекрывают одновременно поток чувств и вообще позитивных тоже. То есть это такие не эмоциональные люди, совершенно закрытые. Созависимые и независимые люди плохо дифференцируют свои чувства и эмоции. Они с трудом могут сказать, что они чувствуют, допустим, будь то гнев или радость. Для них все эмоции, они как бы одинаковые, им все равно. Для них характерно ощущение унылой, серой жизни, однообразной. Отсюда, после того, как у них эта серая жизнь, однообразная, естественно, когда они попадают на эту нашу клавишу зависимости, они уже уйти с нее не могут, им уже сложно оттуда уйти. Отсюда возникает желание увеличить импультуру эмоций, чтобы получить какое-то подтверждение, что они живы, что они вообще существуют. Зависимые и сосависимые оба нуждаются в психологической помощи. Причиной зависимости может быть незавершенность одной из наиболее важных стадий развития в раннем детстве. Стадия установления психологической автономии. То есть, опять же, стадия установления наших границ, границ самой личности. А психологическая автономия, она необходима для развития собственного «я», отдельного от родителей. Люди, у которых эта стадия развития завершается успешно, в дальнейшем не зависят от людей или от вещей, находящихся вовне, которые управляли бы ими. Казалось бы, не установка границ с родителями влияет на нашу дальнейшую жизнь, влияет на то, как наш ребенок будет строить свое общение не только с людьми, но и с вещами. Здесь люди, у которых эта стадия, как я уже сказала, плохо завершается, могут быть зависимы. А у них существует целостное внутреннее ощущение своей уникальности. И это у тех людей, которые хорошо отделились от родителей, и родители которых смогли поставить четкие правильные границы. И у таких детей формируется четкое представление о своем «я» и о том, кто они есть. Они могут находиться в близких отношениях с другими людьми, не опасаясь потерять себя как личность. Они могут эффективно удовлетворять свои потребности, обращаясь непосредственно к другим лицам, если им необходима помощь. И, наконец, они не теряют общего позитивного представления о самом себе, когда окружающие критикуют их. Они адекватно, они активно воспринимают критику в свой адрес. А незавершенность же этой жизни на важной стадии может длятешить человека полотые ощущения всех его человеческих качеств и вести очень замкнутую жизнь, в которой будет преобладать, в первую очередь, страх и неискренное поведение, и также будет преобладать наша зависимость. А что же родителям необходимо делать для того, чтобы ребенок более правильно прошел эту стадию? Для того, чтобы ребенок смог успешно пройти эту фазу отделения, родителям необходимо, как казалось бы ни странным, иметь надежную связь с ребенком. При этом воспринимать ребенка таким, какой он есть, а не таким, каким бы им хотелось видеть. То есть мы, естественно, воспитываем ребенка, но мы не переделываем его. Если какие-то черты личности, они не асоциальны, но нам, допустим, они не нравятся, то мы не лепим из ребенка то, что нравится. Не запрещать ребенку открыто выражать свои чувства, признавать и понимать эти чувства, а также потребности ребенка в их раскрытии. Здесь мы только поддерживаем выражение чувств, естественно, в социально приемлемом направлении, социально приемлемым способом, и мы должны научить ребенка понимать, то есть прорабатывать те или иные чувства. Также родителям необходимо помогать и поощрять действия ребенка, направленное на здоровое исследование окружающего мира, пользуясь словом «да» в два раза чаще, чем словом «нет». То есть мы не должны отсекать все моменты, мы не должны отсекать желание и активность ребенка. Обеспечить также безопасность непосредственного окружения для того, чтобы ребенок мог эффективно познавать окружающий мир и позволить ему исследовать этот мир. Поощрять выражение независимых мыслей, чувств и действий в соответствии с возрастом ребенка. Быть способным выразить понимание, поддержку и обеспечить воспитание, когда ребенку это понадобится. Демонстрировать эффективную психологическую независимость, спрашивая ребенка прямо, чего он хочет, открыто выражая ему собственные чувства. То есть здесь мы должны не только учить ребенка выражать свои чувства, но и на собственном примере показывать и рассказывать о своих чувствах. Не так, что ты мне расскажи о своих чувствах, а я о своих помолчу. Нет, здесь родители должны на собственном примере доносить и говорить о своих чувствах. При этом родители должны прямо указывать на то, чего вы хотите, и быть, опять же, примером, как я уже сказала, быть примером для ребенка. При этом заранее необходимо определять, что вы запрещаете делать ребенку, и прямо объяснять, почему, а не просто под затыльник, или потому что я так сказала, или потому что я так хочу. Здесь ребенок должен понимать, откуда растут ноги, почему ему это запрещают. Допустим, это может быть опасно. Мы объясняем, что и какие действия ребенка могут к чему привести. Опыт показывает, что маленькие дети обучаются правильному поведению, наблюдая за поведением окружающих людей. Как известно, с чего мы начинаем воспитание ребенка? Воспитание ребенка мы начинаем с воспитания родителей. Какие же есть этапы формирования зависимости? Начало формирования зависимых форм. Поведение происходит всегда на эмоциональном уровне. Наша исходная точка – это переживание интенсивного острого изменения, психического состояния в виде, в первую очередь, это повышенное настроение, чувство радости, экстаз, необычный подъем, ощущение определенного драматизма. И здесь риск в связи с определенными действиями. Допустим, прием вещества, который изменяет психическое состояние и переживание в связи с ситуацией риска, допустим, в игре, и фиксация в сознании этой связи у человека, испытывающего подобные эмоции. А здесь у нас появляется понимание того, что, оказывается, существуют доступные способы достаточно быстро и без особых усилий изменить, допустим, свое психическое состояние. Это наше начало формирования зависимых этапов. Следующий этап – это у нас формирование последовательности прибегания к объекту зависимости. Устанавливается определенная частота реализации зависимого поведения. Допустим, каждую пятницу, если это взрослая, расслабляясь с алкоголем, либо же перекур, либо перекус, еда после каждого урока, или если вечером, то за компьютер. Провоцировать начинают любые события, которые вызывают душевное беспокойство, тревогу, чувство психологического дискомфорта. То есть я начинаю чувствовать тревогу, я начинаю чувствовать дискомфорт, и при этом я должен как бы уйти от реальности и уйти в свою зависимость. Отвлечение от сомнений и переживаний в трудных ситуациях периодически необходимо, но в случае зависимого поведения оно становится силем в жизни, в процессе которого человек оказывается в ловушке, постоянного ухода от реальности, от реальных действий. Допустим, чёрт с ней изволь, ну и пойду там выпью, или там пойду покурю, или так далее. Или, допустим, как достали упрёки родителей, пойду там тоже покурю, или что-то съем, и, допустим, опять предки наезжают, скорее бы за компьютер, скорее бы в игру. То есть, опять же, у нас уход от реальности. На третьем этапе прибегания к зависимому поведению, здесь у нас становится наше поведение уже стереотипным, привычным типом реагирования, методом выбора при встрече с требованиями в реальной жизни, и становится это уже частью личности. Это делает человека невосприимчивым к критике, к убеждению на уровне здравого смысла. Желание искусственного изменения своего психического состояния, оно становится настолько интенсивным, что отношение к проблемам окружающих людей, включая наиболее близких, теряет какое-либо значение. Допустим, доплевать мне на всё, только, ну там, напиться, напуриться и забыться. Вот таким вот образом. А четвёртый этап – это уже более полное включение в нашу зависимость, полная доминация зависимого поведения. Оно происходит у нас здесь, полное погружение в зависимость, окончание отчуждения и изоляция от общества. Человек уже зависящий ничего не оставляет от своего внутреннего мира, он остаётся только от него, внешняя оболочка. Сама зависимость не приносит прежнего удовлетворения, контакты с людьми, контакты с окружающими, они затруднены уже на глубинном психологическом уровне, но и на социальном. Он уже наш человек, наш индивид, наша личность не контактирует с окружающими. Теряется даже способность к общению, к манипуляции другими людьми. И на этой стадии доверие к такому человеку уже потеряно, а его уже начинают воспринимать как ни на что хорошее неспособного. И здесь у нас человек уже как бы падает в свою зависимость. И наш пятый этап, такой уже, он носит характер катастрофы. Зависимое поведение разрушает психику, разрушает наши биологические процессы. Очень тяжелые последствия развиваются у лиц, опять же, с наркотической зависимостью. Здесь у нас происходит интоксикация, она поражает органы, систему в целом, вызывает истощение всех жизненно важных ресурсов. И наступает период общего кризиса, наступает период духовного опустошения. Наш зависимый человек, да, он теряет все контакты. И здесь у нас происходит как бы отлучение от общества. Находится в конфликте с близкими, зачастую все свободное время посвящает одной деятельности, терпит неудачи в карьере, в личной жизни, не имея сил отказаться от объекта зависимости. Он отрицает факт наличия зависимости, да, алкоголик у нас никогда не скажет, что я алкоголик. Он отрицает этот момент, он это не видит. При недоступности объекта впадает в депрессивное состояние, и ему от отсутствия объекта зависимости очень плохо. Но давайте перейдем именно к самим видам зависимости, да. Первый, который мы с вами разберем, это наркомания. Мы по каждой зависимости пройдемся очень кратко. Это общественная проблема. Ошибочно считать, что наркомания становится, что наркоманами становятся бездомными, бездомные, да, или же люди, у которых жить сложилось неудачно. Наркомания, к сожалению, она касается у нас любого. Проблемы с наркотиками может иметь, допустим, кто-то из нашего окружения, о чем мы даже не подозреваем. Этот человек может иметь отличную работу, прекрасную семью, или же, если это школьник, хорошие отметки в школе, он может иметь много приятелей, но при этом быть зависимым от наркотических веществ. Какие же признаки, которые мы с вами можем увидеть, заподозрить, да, признаки наркотической зависимости? У наркозависимого человека часто проявляются изменения в поведении, случаются приступы агрессии и злости, которые через минуту проходят, такие резкие вспышки агрессии, да, и стоит также обращать внимание на внешний вид. Но, как я уже сказала, да, наш внешний вид не всегда является показателем зависимости. Человек может просто прекрасно выглядеть. Какие же симптомы принятия наркотиков? Если мы с вами говорим о марихуане, гашиши, да, вызывают повышенный аппетит, расслабленность, обострение обоняния и определение вкусовых качеств. Наступает эйфория, может быть, беспричинный сверх, дезориентация, сонность, повышенная потливость и учащенный пульс. Если мы с вами говорим об экстазе, да, сведение челюстей, подергивание глаз, потливость, повышенное сердцебиение, кровяное давление, беспокойство и возбуждение. Этот человек, он такой, как бы, испуганный, активный. Если мы с вами говорим о таком наркотическом веществе, как ЛСД, это у нас потеря чувства направления, расстояние времени, возможно, галлюцинация, повышение кровяного давления, опять же, потливость, паранойя, возбуждение и расширение зрачков. Также галлюционные грибы – это расширение зрачков, внезапные изменения настроения, галлюцинации, вызванные чувством страха. Обычно люди боятся всего. Ощущение изоляции, оторванности от действительности. Амфетамины. Большой избыток энергии, хорошее настроение, да, бессонница, отсутствие аппетита, расширение зрачков, беспокойство. Амфетамины очень часто используют подростки, да, в каких-либо ночных клубах. Они там полностью энергичны, да, и именно там чаще, ну, они принимают именно их. А кокаин – это расширение зрачков, эйфория, усиление чувственного восприятия, обострение слуха. И героин – это сужение зрачков, сонность, рвота и зуд. Если мы с вами говорим об алкоголизме, это психическое и физическое заболевание, которым болеет не только человек, болеет все общество. Вне зависимости от возраста и пола у нас есть и женский, и мужской алкоголизм, да, и, к сожалению, возраст у нас здесь тоже не помеха. В алкогольное рабство, как я уже сказала, да, попадают женщины, так и мужчины, взрослые и дети. Следующий момент, ну, алкоголизм прям так глубоко рассмотреть не будем, перейдем к токсикомании. Один из самых опасных видов наркотической зависимости, он непоправимо разрушает организм, особенно если это детский организм, особенно если это подростковый организм, да. Токсикоманы употребляют средства, которые формально не относятся к наркотическим веществам, но при этом способны вызывать психическое расстройство. Такое расстройство чаще всего характеризуется бредом или галлюцинациями. А также применение, какие же вещества, да, применяются в токсикомании, что у нас, можно сказать, так нюхают. Клей. Поначалу вдыхание клея определенных сортов приносит подъем сознания, легкость теле, эйфорию. После окончания действия вещества начинает болеть голова, проявляется тошнота, то есть идет интоксикация, да, резкие перемены настроения и безразличия. Также еще используют ацетон. Этот химикат вызывает яркие галлюцинации, часто сексуального содержания, да. Спустя минут 30 после прекращения вдыхания паров, ацетона, бензина, да, опьянение прекращается. На смену ему приходит сильная слабость, бялость, тошнота и рвота. Раздражительность сменяется апатией. При длительном вдыхании паров возможно наступление комы. То есть здесь у нас происходит сильная интоксикация. Если говорить о бензине отдельно, да, опьянение вызывают ароматические углевародороды. Поначалу происходит сильное раздражение дыхательных путей, возникает першение в горле и кашля. После этого постепенно приходит чувство эйфории, которое сменяется вялостью и глубокой апатией. Ещё используют растворители нитрокрасок. Здесь средства вызывают лёгкое чувство эйфории, за которым наступают звуковые и зрительные галлюцинации, двигательное оживление, выход из наркотического опьянения, характеризуются сильные главные боли, да, ощущение слабости, рвоты, экстаз быстро сменяется злобой и приступами агрессии. Также существует психологическая компьютерная зависимость, мы сейчас перейдём к ней. Здесь она у нас может возникать по следующим причинам. Это дефицит внимания, недостаточное внимание от окружающих нашей личности, да, чаще всего подвержены люди меланхолическим и холерическим темпераментам. Причина ещё может быть проблемой в семье, и человек не ценит время, и также человек закомплексован, потому что в компьютерных играх он может себя проявить наиболее полно, да. Какие же бывают у нас виды компьютерной зависимости? Сириоголизм, киберадикса, интернет-сёрфинг очень сейчас распространён, да, это постоянные просмотры, да, допустим, там, каких-то коротких видео, да, и так далее. Также компьютерные игры, виртуальное общение и знакомство, да, и увлечение порноиндустрией, и регулярный просмотр уже взрослого контента. Какие же признаки компьютерной зависимости, когда мы можем говорить о том, что у нас наша личность зависима, да, он старается быть 24 часа в сутки онлайн, он раздражительен из-за отсутствия интернета, отсутствует желания отвлечься от виртуального пространства, расстроенное внимание, пренебрежение гигиеной и чистоплотностью, нерегулярное питание, человек может забыть поесть, он может вообще отказываться от пищи, отсутствие общения в реальной жизни, он не хочет общаться со своим окружением, а также вложение денежных средств в игры и интернет, и он конфликтует с окружающими уже по той или иной причине, да. Если мы с вами говорим о профилактике компьютерной зависимости, здесь у нас информационные источники, телефон доверия, психологическая служба, да, и социальная поддержка, но в эти структуры, да, в эти направления наш зависимый очень редко когда обратится, да, а также образовательная программа обучения родителей и педагогов, компьютерные клубы, обучающие программы в школах, лицеях и колледжах, то есть направление этой зависимости в социально полезное русло. Также обеспечивать занятость дополнительным обучением или же временным трудоустройством, да, чтобы ребенок не болтался, а был занят, опять же, социально приемлемой работой. Также корректировать семейные отношения, формировать полноценное воспитание детей, общих интересов членов семьи, поддерживать эмоционально и формировать психологическую защиту. И следующий момент, мы тоже сейчас прям кратко буквально разберем его, это наша пищевая зависимость, она активно обсуждается в обществе, об этом написано много статей, снято много передач и проводятся активные дискуссии. Если говорить о признаках пищевой зависимости, это постоянные навязчивые мысли и объедия, да, человек постоянно думает, что бы съесть, что вкусного приготовить, что из еды купить в магазине, то есть зависимость у него, вот еда на первом месте, еда – это основное. А также невозможность самоконтроля в еде проявляется в том, что не удается ограничить количество съеденного, то есть человек ест, 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 ест. Инфульсивное пищевое поведение, лучше его описать, да, увидел, съел, то есть мы все, что видим, да, как бы едим все, что не приколочено, можно так сказать. Неприятные физические ощущения и изменение настроения, появление раздражительности в случае отсутствия желаемой или любимой пищи. Данное состояние очень похоже на то, что на жаргоне, да, называют ломка или тяга, как у наркомана и алкоголика, то есть пищевая зависимость, да, а также у человека с пищевой зависимостью еда используется в качестве самоутешения. Допустим, если он расстроен, волнуется, также могут учащаться ситуации, в которых вы вознаграждаете себя едой, да, за трудную работу. Также ложь в отношении количества съеденного, причем человек может врать самому себе, да, и не отдавать этому отчета. Стремление уединиться с едой, нежелание делиться любимой едой и при этом чувство вины после еды. Какие же причины пищевой зависимости мы можем с вами выделить? Это отсутствие целей смысла жизни, еда как следствие удовлетворения других жизненных целей и наличие кризисных ситуаций, наличие каких-либо потерь и наличие разочарований. А какие же виды психотерапии могут применяться с зависимыми людьми, да, это поведенческая терапия, когнитивная терапия, расслабляющая и программы самопомощи. Но то, что касаемо такой общей информации по зависимостям, то, что я вам хотела дать, я дала, я сейчас посмотрю вопросы, насколько я вижу, вопросов нет. Так, здесь, ну вот Ирина пишет, эти этапы очень быстро сменяются. Да, а этап, он очень быстро сменяется, и мы можем даже не заметить какие-то этапы приобретения зависимости. Но, насколько я вижу, вопросов нет. Спасибо вам большое за внимание. Ну, по информации у меня все, еще раз повторюсь, да, презентация и буклет доступны для скачивания, как скачать. Я думаю, Татьяна Викторовна вам еще раз напомнит. Ну, сегодня у меня все. Всего доброго, до свидания. Очень приятно было с вами работать. Надеюсь, что информация была интересной и полезной. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok